что хочется поделиться своим опытом погружения в холодную воду в казани у нас тут бы это если в других местах но в казани у нас называется голубые озера если не вдаваться в подробности что это за вода летом и зимой плюс 4 абсолютно прозрачная погружаться я начал позапрошлом году мы ездили с регины вдвоем попал в этом секунд 15 и казалось что вода просто ледяная затем мы начали ездить еще в прошлом году пару раз ездили там уже я плавал год спуска до противоположного спуска там все оборудовано так удобно туда-сюда туда-сюда плавал и затем я решил что буду плавать по две минуты какие мои личные советы естественно это нужно себе ответить на вопрос зачем это нужно это нужно для проверить себя как на силу воли или все-таки для здоровья затем я делаю разминку взять нужно разогреть тело мышцы и в это время я настраиваюсь на воду то есть осознаю понимаю что сейчас я войду в эту холодную воду ее нужно принять это стихия она спокойная и туда нужно также спокойно заходить то есть спокойно плавать и спокойно дышать никаких резких движений не нужно нырять резко как некоторые люди прыгают туда но это чревато на самом деле а и Конечно, когда в первый раз заходишь в воду, такое немного шоковое состояние, потому что холод, дикий холод, то есть еще 4 градуса и ноль, почти лед, и просто нужно думать о том, что будет после того, как мы выйдем из воды. Состояние будет просто потрясающее, свежее, то есть все всякие мысли левые уйдут, состояние такое здесь и сейчас, абсолютно здесь и сейчас. В этот раз намного проще, даже не хотелось выходить, и не так дорожок. После воды, кстати, очень полезно горячий чай. Я вот с ней не взял, но вот очень уж было бы полезно на самом деле, чтобы согреться изнутри. Регина сегодня ныряла. Головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова